Это антилюфта. Дай ему, это дай ему. Пацаны, мы всё собрали. Очень сильно надеюсь, просто молю, что... И мои задние дропауты просто свелись. Это самый такой халадром, это, это, это... Друзья, перед просмотром этого видео я хочу посоветовать вам новый канал Prima Vlog. Там выходят видео на самокатную тематику и не только. Также там есть контент про игры. Парень очень старается над своими видосами, и я советую перейти по ссылке в описании и подписаться на его канал. У него есть цель 500 подписчиков. И я думаю, что для нас будет несложно помочь ему добить 500 подписчиков. Ему будет приятно, если вы проявите актив под его видео. Так что, кто посмотрел это видео, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на его канал. А также приятного просмотра. Доброе утро, ребят. Сегодня, как я и говорил в последнем видео, собираю второй самокат. На той самой базе, которая у меня уже была, то есть Линда и Тенасити. Я не знаю, смотрели вы полностью последнее видео или нет. Если нет, то сейчас покажу вам детали, которые я буду ставить на этот самокат. Я уже нашел все детали для полноценных двух самокатов, но единственное, чего у меня нет, это антилюфта. Я надеюсь, что он найдется в районе скутер-шопе. Через полчаса выдвигаюсь туда, там мы собираем мне самокат, встречаюсь с пацанами и еще покатаемся сегодня. А сейчас давайте покажу вам все-таки детали. С чего бы начать, давайте начнем с колес. Колеса очень крутые. Это этики. Ну, естественно, кто бы сомневался, у меня этик Магуэй 12 стандарты. Реально намного больше, чем обычные стандарты. Короче, два колеса. Потому что у меня в французской сборке стоят большие колеса, а вот в этой, ну типа на Линде стоят маленькие 110. Поэтому теперь все будет здорово. Далее. Да, как вы уже поняли, я беру себе систему Native. Это вилка Native Versa, которая подходит под любые колеса. Я ставлю, что грамм не больше 270. Чуть-чуть прогадался. То есть можно поставить 24, 28 и 30. Стоит она 8000 рублей. Я думаю, будет жить мне хорошо, потому что я, как бы, аккуратный пользователь. За всю свою жизнь сломал только одну вилочку. И всегда аккуратно ко всему отношусь. Небольшое отклонение, ребят. Сейчас я вам объясню ситуацию, которую я называю горе от ума. Я сегодня выложил пост в Инстаграм со своими новыми деталями. Да, Native. Native система. Вилка Native Versa. Так вот, многие ребята стали делать выводы, что эта вилка говно. Исходя из ситуации Михея, у него она треснула. Но никто ведь не разбирался в этой ситуации. Все просто сделали вывод. Вилка говно. Вот и все. Я уже не первый раз в такой ситуации вообще с многими деталями. То же самое было у меня с Дил Деггстом. То же самое было у меня вилкой с Супримаси. Ну ладно, не суть. Много с чем так было. Вилка у Михи сломалась просто из-за его косяка. Я так понял, что вилка у него сломалась, когда он поставил Пегги. В общем-то, суть такая. Объясняю. Всем на будущее. Михея уже в этом сказал, он все понял, базара ноль. Короче, я почти всю жизнь уже катаюсь на Пегах. Ну, всю свою жизнь, в которую входит катание, я почти всегда катался на Пегах. И Пегги спереди были у меня, ну, в 90% случаев. 10% это те случаи, вот, сборка сейчас и сборка, на которой я катался летом. Так вот, рассказываю. Когда вы ставите Пегги, у вас должно все идти по такой системе. Идет ось, на нее Пега, потом проставка, далее вилку, колесо, еще одна проставка и Пега. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку на вот этот узел, чтобы все это не пережалось и не произошло так, как произошло у Михея. Я не знаю, кто-то что-то понял сейчас или нет. Надеюсь, что это вас донес. Просто это дабы снизить процент комментариев, мол, говно, вилка-то говно. Очень жаль, что многие так пишут, даже не разобравшись в ситуации. Следующий вопрос. Почему же не тилт? Дело в том, что у меня колеса теперь 12-го стандарта и далеко не все вилки подходят под колеса 12-го стандарта. Там большая ось. Итак, сейчас в комнате у меня находятся два самоката. Один на 12-х стандартах, а второй нет. Но на двух сборках колеса шириной 30 мм. Вы спросите, а как так получилось? Объясняю. Тил 3 Гид сделана под колеса Тил Стейдж 3. Они 30 мм в ширину и в диаметре 120. Да, широкие. Но, тем не менее, у них все еще обычный стандартный маленький подшипник и восьмая ось. Соответственно, в вилку Тил 3 Гид 12 стандарты не вылазят. И вся моя система Тил 3 Гид осталась вот на этом прекрасном французском самокате. Да, как вы могли заметить, теперь у меня их два. Захотел, поехал на Франции с пешками. Захотел, поехал на том самокате. Я об этом мечтал просто уже очень давно. Ширина колес такая же, диаметр 125, но, как вы видите, подшипник гораздо больше. И сама ось больше. Подшипник видно невооруженным глазом. Я очень сильно надеюсь, просто молю, что под этим видео я не буду читать такие же комментарии, как в инстаграме. По типу, у Михея же сломалась вилка. Неужели ты не учишься на ошибках, Михея? Если у кого-то сломалась деталь, это не значит, что она говно. Я надеюсь, всю эту ерунду я вам прояснил, потому что отвечать каждому на комментарии я просто уже устал. Просто каждый следующий это скопированный предыдущий коммент. У меня всё. Ну, SKS Native такого же цвета в дополнение. Вот SKS Native, кстати, не очень дорогой. Давай сейчас SKS взвесим, чтобы я примерно на представлении ему... Как звать? Здорово. 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 Какие трюки поставить? И посмотрите, есть компрессионный болт и блинчик в комплекте с SKS и в комплекте с вилкой тоже. Как-то так, друзья. Наконец-то какие-то другие цвета, кроме хромированных и чёрных, приходят в мой самокат. Надеюсь, получится реально стильно, как мне посоветовали. Всё, пью чайок и выдвигаюсь. У нас новый рекорд по скорости установки колёс. Уже 40 минут ставим заднее колесо. Нифига я не сам, мне нужен интилюфт. Ай, то дай ему, это дай ему. С драйверы пошли. Это же красный интилюфт, его будет видно, красивый. На видосе засними красное, да, лично. Всё, больше его никто никогда не видел. О, даже часы сказали, так держать. Надеюсь, это всё без проставок. Да. Нет, с проставками. Есть или давать? Нету, конечно. Блин, я очень надеялся, ну где-то... Ну, сантиметр, да, плюс-минус. Я просто... Я очень надеялся, что это всё станет без проставок. Ну что, пацаны, мы всё собрали. Выглядит как-то так. Ну, накат просто бешеный. Я не толкаясь с Даунхилла в космос улетел. Короче, еду я первый, ни разу не толкнувшись на 12-х стандартах. Потом едет Нифан, просто на 120-х колёсах. Где-то далеко сзади Лёха. На 110-х протачах. Короче, мы приехали на спот, который был самый ближайший к Айбайку. Здесь покатаемся, дальше что-нибудь придумаем ещё. Знаете, мы в шоке за последние два дня. В нашей стране попадаются адекватные люди. Вы вот видите, у меня было два выпуска Люди в Айс-стрит. Там у нас подборка неадекватных. А адекватные как-то на камеру не попадаются. Знаешь, когда тебе там делаешь трюк, респектуют, ну, как-то в это время не снимаем, типа. И вот эти все адекватные люди остаются без внимания. Так вот хочу сказать, что они есть. Плюс-минус понимающие люди есть. Кроме людей, которые «Я сейчас ментов вызову!» Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Короче, что я могу сказать по поводу первых ощущений насчет 12-х стандартов. Ну, как вы понимаете, по вилке СКС чисто ощущения никак не поменялись. Это просто система. Но насчет колес это просто плюс лютый накат. То есть по факту можно не толкаться практически. Это офигенно. И теперь у меня есть две полноценных сборки. Одна французская и с четырьмя пегами. Вторая без пег и с тэшкой. Я этого очень давно ждал, очень давно хотел. Но у меня все время чего-то не хватало до двух полноценных сборок. И самый последний момент мне не хватало антилюхта и пыльника. Классно. Все? Реально. Типа катки катят. Катки реально катят, можно не толкаться. Вилка и зажим, бля. Охуенный. Ну, цвет. Типа выделяются очень сильно. Типа цвет классный, мне нравится. Вот так на солнце прямо на свет. Реально. Вилки. А, кстати, пыльник мне нарулил карп. Он, конечно, дерьмовый, но рулевая крутится лучше, чем на моем том самокате. Просто дыра. Пыльнички на колесах. Вау, это что, в цвет подбирали? А, кстати, самое важное. Я так и не сказал, почему мы 40 минут ставили заднее колесо. Я полгода катаюсь на линде. У меня всегда задняя ось была сильно зажата. И там всегда стояли обычные оси под восьмой стандарт. И мои задние дропауты просто свелись почти на 4 миллиметра. То есть вместо промежутка в 30 миллиметров под колесо у меня было где-то 25. И это отняло у нас очень много времени. Мы сначала подтачивали дропы, потом подтачивали проставки вот эти по 12 стандарты. И того вышло 40 минут. И я бы дома сам не собрал. Вы опять его ломаете? В парке есть этот самый такой скалодром. И там катайтесь. А здесь вы заплатили сколько денег за этот танец? Парков нет. Кататься негде. Мы ничего не сломали. Где? Вот. Парк Русский. Там есть скалодром. Вы сильно торопитесь? Вы сильно торопитесь? Вы ломаете? Не, подождите. Леха, ты заметил, что подходят какие-то вот мужики, да, типа вот сейчас? Он смотрит на тебя и на Нифонта. Пиздит, 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 пиздит. Подхожу, я начинаю пиздеть. И он сразу разворачивается и начинает уходить. Скалодром нужен, наверное. Скалодром. Скалодром. Ребят, спот, на котором я обычно нахожусь один. Я сегодня здесь не один. Че, как вам место? Ну, ща посмотрим. Страх вызывает? Немного. Не, ну, типа первый раз приезжаешь, и щас стрёмная тема, пиздец. Ты где? Леха что-то нашел. Что там? С две стороны тут дерево, и шмак, сходь не было дерево. А здесь? Тут, блядь, тоже дерево. Везде дерево, блядь, я вот с план-дропа такая. Давай я в следующий раз ножовкой приеду. Ну, че, пап, реально, можно это битвайкер-это пыть. Да? Че, пап. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что 20 минут стоите и снимаете. Ну, вот и все, ребят. Видос подошел к концу. Кстати, финальный трюк, который я вот сделал в конце, я хотел его сделать еще год назад. Я об этом там говорил в видео, но там сильный ветер, и почти ничего не слышно. Так вот, 9 марта вышел соло-стрит видос, в котором я говорил, что надо будет вернуться сюда с оператором и снять фибу на мэнл. Ну, и, соответственно, в скат. И 9 марта, только уже не 19-го года, а 20-го, я это сделал. Типа, реально, ровно год прошел. То есть я за год ни разу туда с оператором так и не доехал. Вот это был единственный раз. Очень смешанные ощущения насчет этого трюка. Кажется, на видосе, что довольно просто, но на самом деле это нифига не так. Ну, ладно. В общем, все. Вот такой самокат у меня получился. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. А также можете подписаться на мой инстаграм. Ссылка есть в описании. Все. До встречи в новых видео. Они, кстати, говорят, скоро. Целую неделю не было видосов только потому, что мой канал на неделю заблокировали. Я не мог выкладывать ролики целую неделю. Сейчас их будет гораздо больше. Так что ждите. Очень скоро будет следующее видео. Пока.